Ты выходишь с мусором, а там стоит у мусоропровода человек, принимающий дозу. Обычный дом на улице Мубаряково в Уфе стал местом притяжения наркоманов со всего города. Десятки уфимцев днём и ночью атаковали подъезд, чтобы забрать закладку. Ослеплённые жаждой дозы искателей закладок даже не заметили две камеры на подъезде. Они зафиксировали их стремление попасть в дом любой ценой. Да. Как? Алло, здравствуйте. Я к соседям, у них домофон не работает. Откройте, пожалуйста. В какую квартиру? Пятьдесятую. Пятидесятую? Это сочетание подъездов? Пятьдесятую. А, семидесятую, семидесятую, извините. Слежите с ним за телефон? У них не работает домофон. В начале июня жители дома пережили настоящее нашествие наркоманов. Некоторые из них вели себя крайне агрессивно. Те жильцы, которые решились рассказать о пережитом, попросили не показывать их лица в целях безопасности. Четыреста человек за три дня. Четыреста. Они же приезжали компаниями. То есть вот они стоят, три-четыре человека, один пытается зайти. У этого не получилось, они подсылают другого. К нам приходили дети, подростки, женщины с грудными детьми. Пожалуйста, пустите хотя бы на пару минут. Я только зайду и выйду. Самые изобретательные пытались подобрать код, чтобы взломать домофон. Но техника, установленная компанией Уфанет, не подалась, а непрошенные гости были пойманы с поличным. Те же, кому все-таки удалось прорваться в подъезд, превратили его в руины. Они вскрыли все дверные косяки, оконные рамы и та же вырвали линолеум около квартир. От полиции жители помощи так и не дождались. Наряд полиции подъезжал через три или четыре часа и делать ничего не мог. Ну, они составляли протокол. То есть на тот момент, когда они приезжали, уже никого не было. То есть мы им предоставляли видеофиксацию тех людей, которые приходили. Брали протокол, все составляли и уезжали, ничего не происходило дальше. Потеряв веру в полицию, жители сами встали на защиту своего дома. Вооружившись лопатами, палками и та же поленом, они дали отпор непрошенным гостям. Наркоманы, люди неадекватные. У нас живут дети, за которых мы переживали не только за детей, а за себя и за что. На кадрах очередной клиент. Шатаясь, он садится в лифт. Спустя пару минут он уже разворачивает какой-то сверток. Но это жителям еще повезло. Не буянил. Более отчаянные готовы ломом открыть подъездную дверь. Работают не только по мелочи. В начале мая камера сняла мужчину, который пришел на последний этаж с увесистым свертком. В последние дни ситуация немного улучшилась, но к дому продолжают постоянно приходить неизвестные люди. Мы направили запрос в МВД по Башкирии, чтобы они прокомментировали происходящее. Тем временем, по словам местных жителей, в полиции им посоветовали не лезть в это дело.